Друзья, всем привет! С вами как всегда я Ролан Морозов и ровно два месяца назад я запустил свои бесплатные боты на бирже Binance. То есть я начал эксперимент. Тут есть видео, вы сами все можете проследить, как что я сделал, куда нажал и так далее. И эксперимент шел у меня на спотовом рынке. Для тех, кто не знает, что такое Велес, Велес платформа, что позволяет нам создавать самостоятельно ботов и запустить их на пяти разных биржах, хоть одновременно, не имеет никакого значения. И платим мы только за прибыльную сделку 20%, но не больше, чем 50% в месяц. Так, у меня шел активный эксперимент на спотовом рынке. Я учился настраивать всякие фишки, приколы, что имеются тут на стройках. Тут на самом деле столько тонких настроек, что это просто бомба. И смотрите, как тут нету статистику за два месяца, мне придется выбрать за три месяца, но по факту это получится как за два месяца. За два месяца я получил чистого профита 413%. Это те деньги, что у меня уже на бирже. То есть, как вы знаете, уже на Велес мы же денег не оправляем, кроме деньги для комиссии. То есть, это тот самый 20%, но не больше, чем 50% в месяц. 413 долларов за два месяца на полном пассиве получается, только на стройках ботов. Я читаю более, чем хороший результат. И что я, собственно, перенастроил? Смотрите, я остановил все свои спотовые боты и запустил те же боты, но уже на фьючерсах. Но только на паре BUSD. Почему? Чтобы было бы легче просто следить. Видите, у меня отдельно появился ряд BUSD и только еще не за полные сутки уже набрался у меня 11 долларов. Какие настройки я сделал? У меня все настройки на всех ботов одни и те же. Абсолютно на все монеты. И, собственно, какие они, да? Вот смотрите, нажимаю редактировать. И тут самые обычные настройки. Тут сразу подтягивается у вас баланс на бирже, на данный момент на фьючерсах. То есть, мы подключаем API ключи и все. Я сделал очень такие минималистические настройки. Каждому боту я дал 300 долларов для торговли, но оставил, как сказать, ну, то есть оставил еще 100 долларов чисто для маржи, чтобы было бы, если что пойдет не мою сторону. Плечо я ставил консервативный 6 иксов. Тут прямо видно, например, я начинаю тянуть, даже сам бот 7 уже, ну, как, не так уж весело. Просто оставил 6. Взял самую консервативную перекрытие. То есть, бот продержит 40% падения рынка. И только тогда еще плюс моя маржа. То есть, чтобы уйти в полный минус, ну, надо еще и постараться. И выставил 20 сделок, сет, ордеров. То есть, как это выглядит, сразу можно вот тут посмотреть. Нажимаю сюда и прямо видно, как, видите, где сейчас цена и как сетка выставлена. На самом деле, я не знаю, как на видео видно. Я пытаюсь крутить его настолько маленьким, как возможно. Но все равно не вижу еще последнего ордера. То есть, ну, насколько должен цена упасть, чтобы так начинать видно. Видите, это на матике. Цена должна упасть на 66 центов, чтобы, во-первых, срабатывал бы... Ну, то есть, где нужен мой маржа будет. Ну, и после этого могу еще и включить стоп-лосс при желании. Ну, например, в том случае тоже не потеряю свои 300 долларов, а только закупленные ордера. Я пока не поставил, потому что у меня стоит перекрестное. Чтобы именно пользовался бы вся депозит, если что-то пойдет не мою сторону. И частота выставляя сетки я оставил единицу. Так вот, такие настройки. И выбрал самые агрессивные индикаторы, чтобы бот максимально быстро зашел в сделку. Потому что, на самом деле, в чем хорош боты с усрединением, что неважно, когда он зайдет в сетку, то есть в сделку, на самом деле, чем больше он закупается, тем больше потом окажется наш прибыль. Ну, тут сразу видно, как у меня работают сетки. Сколько уже ордеров купила. Например, Дот Нер у меня купил 6 ордеров от 20. То есть, времени еще у меня очень-очень много для усрединения. Ну, вот тоже можно нажать сюда и смотреть на полном экране, как это выглядит на данный момент. Надо сделать меньше, опять же, чтобы вы поняли бы. Сейчас подтянется. Видите, насколько глубоко уходит моя сетка. Вот тут видно. Насколько глубоко уходит моя сетка перед тем, как вообще начинается, срабатывает моя дополнительная моржа и так далее. Так что, друзья, вот продолжаю свой эксперимент. Будем смотреть, что из этого выйдет. Пытаюсь сделать там сначала хотя бы раз в неделю видео, чтобы посмотреть, как, что это выглядит. Все работает на полном автомате. И деньги, еще раз повторяюсь, у вас на бирже. Кстати, можем проверить. Сейчас идем на Binance. Как выглядит тот самый бот уже действия на Binance. Вот идем в фьючерсы USDM. И сразу вам вперед, ребята, скажу, что если вы абсолютно раньше не торговали на биржах, пожалуйста, тоже. Видите, я делал эксперимент аж 2 месяца. 2 месяца я делал эксперимент. Перед тем, как вообще включил себе фьючерсы. Видите, как это все выглядит на бирже. Все работает полностью автоматически. Выставлен уже Take Profit. Уже ждет новый ордер для усрединения. И вот так можно отдельно смотреть каждую торговлю пару. Ну, точно так же, видите, скоро он усрединится. Либо нет. Там будет видно. И, собственно, вот так, что перенастроил себе на фьючерсы, чтобы ускорить заработок. То есть, каждый, еще раз повторяюсь, каждый вы должны решать самостоятельно. На самом-то деле, стоит ли этого делать, не стоит. Потому что деньги, я еще раз повторяюсь, у вас остаются на бирже. Их никто никуда не выводит. И торговля идет, ну, видите, сами на, просто на автомате. Вами же выставлены параметры. То есть, сами создаете бота, и начнется торговля. Так, все, что хотел сказать, сказал, что я перенастроил свои ботовцы от спорта на фьючерсы. И будем следить сначала там в течение недели, насколько будет. И потом, может быть, реже. А с вами был, как всегда, я, Ролан Морозов. Кому интересно, бесплатный инструмент Велес в описании под это видео. Подключайтесь. Заводим сюда деньги только и только для торговли и не более. Друзья, зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok